МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 20.00 в Украине вы смотрите подробности о главных сегодняшних событиях, расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева смотрите в выпуске. Дебайцевский плацдарм. Украинские бойцы держат оборону. Внеочередное заседание Верховной Рады. Россия – страна-агрессор. 271. Решение принято. Она едет на фронт. Женщины-добровольцы. Кто они? 9 наших бойцов погибли и 30 получили ранения за минувшие сутки. Это данные штаба АТО. Напряженность сохраняется по всей линии фронта. На Донбассе находится наш корреспондент Вениамин Трубачев. От него мы узнаем последние данные о ситуации на данный момент. К сожалению, связь очень плохая, но сейчас мы ее налаживаем и наладим. И буквально через несколько минут он будет у нас в эфире. А пока перенесемся в Верховную Раду из-за теракта в Мариуполе. Сегодня парламент собрался на внеочередное заседание. Заседали два часа. Законопроекты предлагали разные относительно зоны АТО. И не только. Что рассмотрели и что приняли. Подробнее Екатерина Лысенко. Внеочередного заседания начинается с большого совещания. Батькищина за круглым столом несколько часов говорит о децентрализации. О том, как городам и селам быть финансово самостоятельными. В сессионный зал депутата приходят только в полдень. Витаю вас на позачерговой сессии парламенту. Заявление Верховной Рады. Первый вопрос повестки. У трибуны нардепа убеждают. Россию нужно признать страной-агрессором. Не можно агрессору давать палец урота, потому что он откусил руку и заберет все. Россия – это государство-агрессор. У меня в руках есть один из неспособных документов, которые давно про себя доводят. Как из российского военнослужащего, некого Сергеева из Дагестана, военнослужащего бюлета Российской Федерации, элементарно, легко, как балалайка, делают ополченцы ДНР Сергеева из Дагестана. Только это теперь военнослужащего бюлета ДНР. Люди в Европе не знают, что мы в войне. Они думают, что мы живем громадянской войной. Сегодня мы делаем тот крок, вагомый, в международном поле права, который позволяет нашей стране получить мощную международную поддержку на правовом уровне. С другими предложениями выступила оппозиция. Оппозиционный блок считает, что необходимо сделать заявку и принять соответствующую постановку Верховной Рады Украины, номер 1847, которую мы зареєстрували. Вызнать невозможным решение конфликта на сходе Украины суток военнослужащим шляхом, вжить всех заходов для восстановления гуманитарной и социальной допомоги гражданам Украины, которые перебывают в зонах военнослужащего конфликта. Это восстановление социальных выплат. В итоге проголосовали за признание России агрессором, по сути, за политическое заявление с надеждами на юридические последствия. 271 решение принято. Я швидко ее подпишу и направлю до всех адресатів, которые были зазначены в этой заявке. Приняте такой заявки допоможе нашим західним партнерам не только продолжить вторую хвилю санкций, а принять консолидованное решение щодо третьей хвилю санкций. То есть наша заявка выясняет процедуру в розыгры на международном рівні, згідно международних статутів России окриненим агрессором. Успешно Рада проголосовала и за то, чтобы изменить свой же закон о люстрации. А вот упростить процедуру признания ДНР и ЛНР террористическими организациями окончательно не смогли. Законопроект приняли только в первом чтении. Теперь парламент сможет признать организации террористическими, если будет соответствующее обращение СНБО или решение суда. Сегодня в Верховной Раде Украины будет приниматься несколько других важных законопроектов. И среди них есть законопроекты, знаете, как... какие недореченны сегодня. Вот, например, хотим там рассматривать где-то окременные речи по телебачению и радиоумовлению. О телевидении и радио вещание мелькали сразу два законопроекта. Их хотели внести в повестку дня. Один из них предлагал лишать телеканалы среди акционеров, в которых есть представители страны-агрессора, лицензии. Без решения суда, как сейчас. О манипулятивности этого документа и ее лоббистов это отдельная тема. А вот, что говорят депутаты о спекулятивном законопроекте 1768. Закон, как отжать каналы через решение на сразу. На мою думку, это оттупь от принципов свободы слова и демократии. Я понимаю, что есть покусы высадить то, на какой посаде есть покусы у кого-то забрать канал. Значит, популярный. А тот хочет, значит, там, например, шантажевать. Что скажем, або продайте канал по демпинговым, войсковым ценам, або мы вас его заберем. То есть, оно же на поверхности все лежит. Вопросы телевидения в повестку дня не внесли, отложили до вторника. Лоббисты законопроекта на всех несогласных с ними пытаются навесить гирюки. Какие, мы увидим в ближайшее время. Все-таки, главное, для чего собирался сегодня парламент, это ситуация на востоке Украины. Но из запланированного на сегодня приняли не все. И это все отложили на неделю до следующего заседания. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Александр Данилов, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. У нас в студии гость Николай Томенко, народный депутат от блока Петра Порошенко, советник президента. И так уже более судеб сложилось, что вы очень хорошие медиаэксперты. Один из тех людей, которые четко понимают, чем отличается то, что мы видим на сцене, от того, что происходит за кулисами. На сегодняшнем, внеочередном заседании Верховная Рада признала Россию страну агрессором. Но был еще один законопроект, который в повестку дня не попал, и тем не менее. Ваше отношение к этим инициативам, целью которых является явно информационная составляющая канала. Потому что лоббистов этого проекта, их явно интересуют новостные программы, где постоянно звучит критика. В адрес конкретных чиновников, в адрес конкретных структур называются имена. И мы видим реакцию ситуации на эти сюжеты. Ситуация меняется. Возможно, эти перемены никому не нужны. Возможно, они просто некомфортны и неудобны. Мы можем это называть атакой на свободу слова в какой-то мере? Что вы считаете? Я думаю, тут две причины. Первая причина, и она сумна, что я попробовал использовать в войну для решения таких вузькопартийных или вузькокорпоративных интересов. Я считаю, это вообще аморальным, оскільки, например, мы собралися на позавчайное сессионение, люди ехали, я ехал в Закарпатской области, где встречался с людьми, потому что я знал, что нужно отреагировать на трагедию в Марьиуполе, и мы собирались для того, чтобы або кадровые изменения сделать, и, кстати, это правильный законопроект, потому что правильных прикордонников или військовых иллюструвать в самую раз. Я перепрошу, потому что как будто прикордонники, когда в системе было КДБ. Те, что люди воюють, они, профессиональных офицеров высокого уровня, на пальцах двух рук можно перехватить, или руки. Поэтому эти решения правильные. Так же, как правильно понять логику, кто террорист, кто не террорист. Но под шумом войны завести законопроекты, которые, ну, первое, очень безграмотно написаны, они не дают абсолютно никакой связи, как это сделать, потому что это значит что-то. С другой стороны, это проба тех людей, которые представляют уряд, ничего греха таить, потому что все будут пытаться за нее, фракции правоурядовую, або натискнуть на властников не только про ваш канал, а про большинство каналов, потому что есть две нормы, есть широкая норма, где идет, что любой канал, где в юридической украинской особе есть основные иноземные, которые зарегистрированы в офшорных кампаниях, и имеют больше, как 10% акций, они фактически незаконные после этого решения выходят. То есть, мова идет о абсолютно большинстве всех национальных каналов. Теперь возникает вопрос, а 10 лет назад вы же не знали, что такие правила будут в игре, и вы взяли, например, американцы и инвесторы, вы взяли россиян, вы взяли еще кто-то. Мой подход такой, что, во-первых, существует европейская практика, из которой мы, как страна, которая прагнула Европу, и жизнь людей поклала за Европу, и за европейский выбор, не должны быть идти. Эта практика называется судовое решение. То, что в законе написано, мы вас позбавляем три часа лицензия, выйдет в суд, ну, это мы разом. Вы смотрите наши выпуски информационные. Я смотрю. Вы видите какой-то пророссийский след? Я думаю, что есть претензии у меня до всех каналов и до вас, в том числе, но я не считаю, что, скажем, это я подставлю забрати ліцензию и перестати, чтобы интер выходить в эфир. Значит, треба діяти в другой способ. Треба работать с каналами, чтобы смысл становился более качественным, а не придумать, как закрывать. Закрывать это не простой вариант, а еще и незаконный шаг. Поэтому я думаю, что сегодня даже не включили до порядка Дену, все понимали, что это замовлено. И если вы хотите навести порядок, значит, надо сидеть с медиаэкспертами, седать с фахистами и думать, как улучшить информационный простор. Моя связь, например, с историей с сериалами и еще чем поляга в том, что нужно 1% бороться с российскими сериалами, а 99% творить украинские сериалы. Для этого уряд должен творить пильги для киновиробництва, допомогти каналам працювати и так далее. Тому я хочу закинчить с того, что я начинал, что в войну мы можем выиграть, когда каждый занимается своей справой. Я от уряда уже слово экономика, освета, наука не чую несколько месяцев. Вы же не не отвечать за внешнюю политику, не отвечать за оборону и даже не не отвечать за лицензии канала Интер. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своей справой и я думаю, что мы не допустим ситуации, когда несколько чиновников будут выключать каналы. Спасибо большое за ваше мнение. Николай Томенко был у нас в студии. Спасибо. И вот сейчас о том, что происходило сегодня в парламентской ассамблее Совета Европы, что говорили об Украине, с кем общались, с кем не общались украинские деликаты и о нашем телеканале в том числе. Подробнее София Гордиенко, она в Страсбурге. Теплые шапки, горячие лозунги французские и украинцы встречают россиян, вернувшихся из добровольного знания под зданием Дворца Ролока. По всей сегодня чуть ли не единственное место в мире, где могут встретиться и поговорить высокопоставленные украинцы и русские. Место для дискуссий. Хоть в зале, хоть в кулуарах. Разговаривайте, общайтесь, решайте что-то мирным путем. Первая половина дня была посвящена дебатам о ситуации на востоке страны и беженцам. Очень много не выполняется украинская сторона. О том, что люди, которые находятся в зоне АТО, фактически в экономической блокаде, не выплачиваются пенсии, о том, что людям не платят социальные выплаты, не работают школы, больницы. Пока украинские депутаты рассказывают о разрушениях и жертвах войны, спикер Госдумы Сергей Нарышкин и ухом не ведет. Он даже не оборачивается. Хотя странное дело в своих спичек россияне уверяют, они готовы к дискуссии. Мы призываем украинскую делегацию к тесному сотрудничеству. Мы готовы работать в любой контактной или рабочей группе. Дискуссия с российской стороны выглядит вот так. Нет никакого российского вторжения в Украину, иначе Киев предоставил бы доказательства, а их у вас нет. Не получается пообщаться не только в зале, но и тет-а-тет сетуют украинцы. Для дискуссий потребно двое, как для танго. Но если человек, как попуга, только твердит свое, то с ней дискуссия просто неможлива. Они сюда приехали не дискутировать, и это видно. И наше завдание не тут в куларах что-то сказать пану Нарышкину или в школу, а в зале прачивать с всем святом. Холодные глаза, звучит фраза. Разговаривать можно с людьми, которым вкладывают эти слова. Завтра Ассамблея будет рассматривать вопрос о целесообразности пребывания российской делегации в ПАСЕ. Некоторые предлагают не церемониться. Нам надо или усилить санкции, или поднять четыре лапы и ничего не делать. Но мы не можем показать себя такими слабаками. Нам будет стыдно перед детьми, стариками и больными, которые остались на оккупированных территориях. Но предварительный вывод кремлевских гостей остается. Все-таки они платят третье по величине взнос в парламентскую ассамблею. На карте ПАСЕ Украина с четкими границами Крымом и Донбассом. Буквально спустя минуту выйдя из сумрака ее заслоняет спикер Госдумы. Говорит о том, как важно общение с Европой. Но почему-то не упоминает об украинской делегации, с которой тоже можно бы было начать диалог. Российские журналисты, которых господин Нарышкин привез с собой, лишних вопросов не задают. Не принято. Завтра в ПАСЕ на докладе о защите прессы в Европе будут говорить и о том, что такое будущее может ожидать и украинские СМИ. Я планирую выступать на этом докладе и говорить об ущемлениях прессы, о селективном подходе Национальной Рады в этом вопросе, о письме Турчинова, который оказывает прямое давление на один из каналов, один из крупнейших каналов. Я считаю, что это неприемлемо. София Гордиенко, Василий Трушковский, подробности телеканал Интер, Страсбург. И мы наладили связь с Вениамином Трубачевым, он находится сейчас в зоне АТО. Веня, здравствуй. Какие последние новости у тебя? Наташа, обстановка остается напряженной по всей линии фронта. Серьезные боевые действия идут практически круглосуточно на Дебальцевском плацдарме. Это одна из самых горячих точек сейчас на военной карте. Артиллерия боевиков не прекращает обстрелы позиций украинских войск. Это делается при поддержке российских войск. С трех сторон ведется огонь. Армейцы стреляют в ответ и параллельно продолжают укреплять свою оборону. Не дождутся они. Они не учитывают то, что у нас дух есть и мы свою землю защищаем. Они ведем геноцид украинского народа. Не менее сложные ситуации в районе Попасной. Боевики продолжают обстреливать не только позиции украинских войск блокпостон и сам город жилые кварталы. В перерывах между взрывами жители покидают свои дома и уезжают из Попасной, а оставшиеся пытаются как-то выжить без воды, газа и электричества. А у некоторых из-за осколков выпущенных от снарядов выпущенных боевиками даже крыши над головой уже не осталось. Вот, пожалуйста, второе. Полностью выгорел весь дом. Вот от дивана от дивана он от днепружины остался. Он посуда, он библиотека вся сгорела. Здесь, в этой комнате, пожалуйста, погорело все абсолютно. На передовой бойцы между боями в основном отдыхают в блиндажах. Условия, конечно, экстремальные, но военные уже говорят, что привыкли спать под канонадой артиллерии и в обнимку с оружием, потому что в любой момент можно ожидать нападений. Вот бойцы в таких вот условиях мне все равно показали самое ценное, что у них сейчас есть. Это письма от детей с пожеланиями мира и просьбой вернуться домой живыми. Честно говоря, как почитаешь, что дети пишут, аж за душу говорят. Слава Украине! Шестый класс! Место Вильнице! Так само Украине слава! Побожань куча! Слава Украине! Героям слава! Если говорить об обстановке в целом, продолжаются артиллерийские обстрелы в районе Донецкого аэропорта и поселка Пески. Также боевики атакуют позиции украинских сил вблизи Крымского и Счастья. Также был обстрелян и город Светлодарск. Вот сегодня днем это случилось. Там террористы применили грады и как минимум один человек среди мирных жителей погиб. Есть раненые и сейчас точные данные о пострадавших уточняются. Наташа. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев с последними новостями из зоны АТО. И сейчас у нас на связи Мариуполь. Там работает Эльвина Сидбулаева. Эля, здравствуй. Что происходит в районе Мариуполя сегодня? Да, Наташа, сегодня боевики трижды обстреляли украинские позиции недалеко от села Павлополь. Стреляли из минометов, были и артиллерийские дуэли. И сегодня мы работали в Гранитном. Здесь несколько суток подряд террористы осыпают градами позиции села АТО и прилегающие села. Снаряды попали в дома и огороды. Вот она упала. Класс? Я так. Стреляют, не выходим. Людей он поубивало сколько. Девочку два годика убила. В дом попала. Уйдешь, спрячешься, нет, конечно. Я же говорю, четыре мины в одном место упало. Может такое быть? И Гранитная постоянно находится под шквальным огнем. Российские убавики бьют прицельно. Перестрелки не стихают ни на минуту. Стреляют из градов, САУ, минометов. Мы видели результаты этих обстрелов и воронки практически на каждом шагу. Здесь более сотни разрывов. 150-мм там снаряды. Тяжелая артиллерия уже начала работать по нам. со стороны Тельмановской района нас уже кроют. Грады працуют шахматным порядком. Там, 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 там. Буквально три метра от брендажа чуть не был прямой удар туда. И наши солдаты постоянно находятся в боевой готовности и всегда отвечают на огонь огнем. Тут после этой войны будет очень долго. выбирать все осколки с земли. Она будет охранить останки этого всего. Но ничего. После обеда Мариупольцы на коленях вращались земляком киборгом Андреем Миронюком. Ему было 39. Он воевал на многих горячих точках на планете, а погиб на родной земле. Проведить его в последний путь пришли сотни людей. Я пришла подякувать герою. Подякувать за то, что он не шкодовал своего життя, сил, здоровье, поклав життя за нашу свободу. И сегодня о власти Мариуполя приняли решение выделить по 20 тысяч гривен семьям погибших в ходе обстрела российскими террористами из района Восточной. Еще по 3 тысячи гривен получат пострадавшие. Их 117. Наташа, у меня все. Спасибо, Эля, Эльвина Сидбулаева о сегодняшних обстрелах в районе Мариуполя. На Донбасс необходимо вводить голубые каски ООН. Сегодня об этом в Мариуполе заявил один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул вместе с коллегой депутатом Натальей Королевской они приехали на место теракта в результате которого погибли 30 человек затем встретились с пострадавшими в больнице депутаты передали мариупольским больницам медикаменты и гуманитарную помощь от фонда Украинская перспектива. В государственном бюджете по нашему настоянию предусмотрено 300 миллионов гривен на восстановление Луганской Донецкой области поэтому мы уже обратились в правительство чтобы туда обязательно включили город Мариуполь сегодня парламенту необходимо находиться и заседать в Мариуполе именно поэтому мы здесь для того чтобы помочь людям необходимо оградить мирных людей чтобы оградить мирных людей необходимо обращаться в ООН водить голубые каски но не должны стрелять страдать люди в десятки населенных пунктов Донбасса из-за постоянных обстрелов уже несколько недель невозможно доставить гуманитарную помощь на линии огня до сих пор находятся десятки тысяч мирных жителей вчера штабу Рината Ахметова удалось привезти продуктовую набору в одну из горячих точек город Дебальцево и вот-вот отправят еще одну партию в Пески и Авдеевку наши волонтеры идут невзирая на вот эти все опасности на рабочее место и работают и мы будем продолжать начатую нами программу помощи мирным жителям прифронтовых городов которые находятся на линии огня под постоянными обстрелами находятся жители оккупированных городов Донецка Луганска давайте послушаем как прошел их день сегодня и что там происходит сейчас сегодня 15 раненых 1 очень много разрушений город разрушает у нас в Донецке подъезды должны быть открыты потому что когда обстрел поступили туда проходящие мимо успели раскочить из-за пропускной системы не могут покинуть город нет ни у кого пропусков для этого нужно ехать в Великую Новоселовку люди насквозь простреливаем городе не могут выехать по приказу так называемого Министерства образования ДНР образовательная система Донецка со 2 февраля переходит на пятибальную систему оценивания и хотя понятно всем абсолютно что в середине года такого делать нельзя категорически но тем не менее факт на лицо очень много разрушений в городе Маренко разбитые автостанции разбитые школы всеобразовательные в городе отсутствует вода электричество частично газа нету стреляют сутки вторые напролет Президент Петр Порошенко наградил военных, отличившихся в боях за Донецкий аэропорт. Танкисты Константин Балтага, Анатолий Скрицкий, Владимир Суханин и Дмитрий Тренога получили орден за мужество третьей степени. 22 января, несмотря на ранения, они до последнего пробивали коридор для выхода наших подразделений из окружения. Награду получил и командир роты снайперов Евгений Гончар. 19 января под его руководством был остановлен отход боевиков в районе населенного пункта «Спартак». Как не допустить коррупции во время очередной волны мобилизации? Сегодня об этом говорили в администрации президента с представителями МВД, СБУ, прокуратурой, Минобороны и медиками. Военные говорили о случаях, когда с помощью взяток люди, подлежащие мобилизации, пытаются ее избежать. Как вариант, не берут повестку, выезжают за рубеж, меняют регистрацию, даже имена, и часто предлагают деньги, чтобы военкомы закрыли глаза на эти нарушения. Подобные проблемы возникают и с техникой предприятий, которую те не желают передать по требованию военных. В администрации президента настаивают на том, что коррупцию будут искоренять, в том числе и назначая на должности военных комиссаров людей, участвовавших в боях в зоне проведения антитеррористической операции. В Одесской области не столько мобилизация, как заявление военкома вызвали переполох в отдельно взятом районе. Что это за заявление и как разруливали ситуацию? Подробнее Андрей Анастасов. Белгород-Днестровский район Одесской области после объявления частичной мобилизации свой отдельный приказ издал ИО местного военкома. Положение документа озвучил на встрече с журналистами. Один из пунктов вызвал скандал. Генералам, адмиралам, офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запасов, не мающим на руках мобилизационных распорядков и не отримавших повесток військового комиссариата, выезд за межи Белгород-Днестровского района темчасово забороняется. Тут же зашумела пресса, свои комментарии начали давать юристы. Мол, как так, понятное дело, мобилизация, но запрещать гражданам свободно перемещаться по Украине никто не может. Это прописано в Конституции. Без каких-либо чрезвычайного положения или военного положения эти права не могут быть ограничены, кроме как по решению суда. Сам военный комиссар общаться с журналистами сегодня отказывается. Поднятая шумиха практически не сказалась на жизни обычных людей. Военные запасы, как и раньше, едут в другие районы и области. Это нарушение прав человека. Если меня, допустим, пригласят в Винницкую область на свадьбу, я что не имею права поехать. В областном комиссариате нам объяснили, Сергей Фролов человек новый и просто допустил ошибку, но из лучших побуждений, чтобы нормально провести мобилизацию. Издан новый приказ, старый приказ отменен. Но издан этот новый приказ уже с учетом тех формулировок, которые содержатся у нас в законе. Согласно новому приказу, военнообязанным запрещено менять постоянное или временное место жительства без разрешения военного руководства. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Очередная кровавая расправа в России. За что благовещенский банкир отправил на тот свет своих подчиненных? Как всегда, есть официальная версия, есть неофициальная, есть то, что возможно скрывает Следственный комитет Федерации. Подробнее наш московский сапколор Данил Русаков. Трое погибших плюс самоубийство. Причем руки на себя наложил предполагаемый виновник кровавая расправа. Это замглавы Центробанка по Амурской области. Вот кадр с места событий. Все подступы к административной постройке перекрыты нарядами полиции. Известно, что два тела правоохранителя обнаружили в кабинете вероятного убийцы. Еще один труп лежал прямо в коридоре. На первом этаже. Из какого именно оружия стреляли, Следственный комитет не рассказывает, не распространяется и о причинах произошедшего. Официальная версия на преступление замначальника пошел из-за проблем со службой. Его якобы накануне уволили, якобы именно проголосовавших за. Он потом и расстрелял. Но это все слухи. Была бы назначена психолога-психиатрическая экспертиза, потому что убито несколько человек. Но так как убийца сам покончил жизнь самоубийством, физически это провести невозможно. Вообще, в случае, конечно, если бы он остался жив, ему грозило бы до пожизненного лишения свободы. Расстрел сотрудника во время работы для России не новость. Тут многие помнят ставшего уже легендарным убийцей Виноградова. На этих кадрах видно, как молодой человек расстреливал своих сотрудников. Он, кстати, работал юристом в оптичной компании. А это пьяный милиционер Денис Евсюков. В гипермаркете открывает огонь по сотрудникам и покупателям. Лишил жизни двоих, ранения получили 8 человек. Убийство первоначально посчитали неполитическим. Но потом, как выяснилось, тут без политики точно не обошлось. Пусть и косвенно. Нескакими годами ранее именно Евсюков выписывал ордер на задержание Ходорковского по делу Юкоса. Есть ли политический след в деле о расстрелах сотрудников Центробанка в Амурской области? Официальная версия политику исключает. Однако некоторые уже строят догадки. С экономикой с каждым днем все хуже и хуже. А тут еще свифт могут скоро отключить. Возможно, предполагаемый убийца с высокой должностью знал нечто такое, что сейчас от всех хотят скрыть. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Очереди из желающих патрулировать улицы, но среди них нет гаишников. Почему? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Один из самых страшных концлагерей Третьего рейха. Освенцем. Аушвиц по-немецки. Сегодня 70 лет со дня освобождения этой фабрики смерти. Истории тех, кому удалось выжить, и тех, кто сегодня поехал туда снова. Подробнее Елена Митясова. Анастасия Гулей 89 лет, 72 из которых она живет с номером на руке 613-69. Живет, стараясь не сойти с ума от воспоминаний о фабрике смерти. Найбільше город было, дивиться, як женуть евреев у Краматория. И вони йдуть, як вівці покорні, спокійні. А між ними дітки. Поскольку я девочка на тенішу взяла. Шестилетнего Журу из Киева немцы также везли в Освенцем. Но после сортировки отправили в Германию. Тогда мальчуганов, вспоминает 80-летний Георгий Синёв, не понимал трагичности происходящего. Утром нас садили в машины, 3-4 человеки, с врачом, с переливаниями ехали на передовую. Он и еще 250 мальчиков и девочек были донорами для эсэсовских солдат. За два года пребывания в лагере в живых остались только 20 ребят, говорит бывший узник. За подаренную ему жизнь благодарит судьбу. Мы поехали на передовую переливание. Ну доехали, не успели доехать, когда на снаряд попал в машину. Все были убиты, только я был ранен. Стереть с руки зловещий номер для Эли Бузана было мечтой. Спустя 14 лет после войны он ее осуществил. Но прожил почти век, понял, зря от прошлого не убежать. Я воспринимал этот номер как могильную плиту моих погибших в лагере родителей. Но несколько лет назад я осознал, что номер был не просто частью меня. Он был памятью о прошлом. И теперь я жалею, что он больше не со мной. Арбайт Махт Фрайт. Труд делает свободным. При виде надписи над воротами в Освенцем его бывшие узники испытывают ужас. Сегодня все те, кто только смог, приехали сюда. Я здесь, чтобы сказать миру, это было на самом деле. Это происходило со мной. И я никому такого не пожелаю. Человечество должно учиться на этих ошибках. И дальше жить в мире. Стены, которые она всю жизнь ненавидела, которые превратили ее существование в ад, Анастасия Гулей все же решилась увидеть. В Освенцем прилетела вместе с Петром Порошенко и его супругой. Здесь также лидеры Франции, Германии, король Нидерландов и принц Дании. США представляет глава администрации президента. Нужно помнить, к чему приводит неуважение к правам народов на самоопределение. Неуважение к территориальной целостности, пренебрежение к человеческой жизни и пассивность по отношению к злу. В стенах Освенцема нацисты приговорили к смерти сотни тысяч евреев, цыган, поляков, украинцев и русских. По подсчетам историков, всего погибли около полутора миллиона человек. Елена Митясова, Игорь Суркан, Юлия Орленко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Для немцев это особый день, трагедия, которую они помнят и за которую несут ответственность. Об особой идентификации немцев из Берлина Татьяна Лагунова. Это самое страшное, что я видел и снимал во время Второй мировой войны. Потом скажет молодой армейский оператор Александр Воронцов. Это он 70 лет назад снял вот эти кадры освобождения Освенцема. Потом мир узнает, здесь было совершено самое массовое убийство в истории человечества. О газовых камерах в них отправляли прямо с поездов. О чудовищных медицинских опытах нацисты проводили их над теми, кого оставили жить. О болезнях, голоде и тяжелейшем труде на благо Третьего рейха. Лабиринт из бетонных плит. Это памятник жертвам Холокоста в самом центре Берлина. Нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев. Более миллиона из них погибли в Освенциме. Помнить, чтобы больше не повторить, об этом сегодня говорят все немецкие политики. Президент Йоахим Гаук в парламенте. Немецкой идентичности без Освенцима не существует. Память о Холокосте остается долгом для всех граждан, живущих в стране. Здесь ужас прошлого ближе, а ответственность выше, чем где бы то ни было. Канцлер Ангела Меркель на встрече с бывшими узниками лагеря смерти. Освенцим это напоминание о том, что люди могут сделать с людьми. Впрочем, сегодня политики не столько говорят, сколько слушают тех, кто выжил в Освенциме. Моей маме было 39. Настоящая дама. Она не просто приходила куда-то. Она появлялась. Я представляю ее в газовой камере, забитой другими людьми. Я вижу ее в ту секунду, когда она понимает, что будет убита. О чем она думала? И эти истории в сотни раз громче любых призывов. Важно слышать и помнить. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Российские шпионы в Штатах. Двое уже покинули США. Еще один арестован. Какую информацию они собирали? Как отреагировала Москва? О новом шпионском скандале наш американский сапкорд Дмитрий Еловский. Почти пять лет секретные службы Америки наблюдали за тремя россиянами. Это Евгений Буряков, 39-летний заместитель представителя Внешэкономбанка в Америке, 40-летний Игорь Спорошев из российского торг-предса, а также 27-летний подчиненный Виталия Чуркиной, сотрудник ООН Виктор Подобный. Эти развлечения стали следствием знаменитого шпионского скандала, в эпицентре которого была одиозная Анна Чапман. Теперь в распоряжении ФБР оказались многие часы телефонных переговоров россиян, их шифровки и документы. Тщательнее всего шпионы разрабатывали секретную информацию о новых санкциях против России. Для этого они собирались вербовать нью-йоркцев из влиятельных банков и элитных университетов. В расшифровках перехваченных диалогов много всего интересного. Все они доступны на сайте Миньюста Америки. Так, например, горе-шпионы жалуются друг другу, что единственный способ достать нужную информацию от студенток американских вузов – это переспать с ними. А также они сетуют, что работа на СВР, российскую службу внешней разведки, ну никак не похожа на фильмы о Бонде. Ни тебе фальшивых документов, ни полетов на вертолетах. Но, впрочем, вертолеты для того, чтобы доставать информацию о банковском и финансовом секторах Америки, правда, не особенно-то и нужны. Известно, что россияне активно интересовались сведениями о влиянии американских экономических санкций на Россию, а также о торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже индексных фондах. Сморышев и подобные уже покинули территорию Америки, воспользовались своим дипломатическим иммунитетом. А вот банкир Буряков арестован. Ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы, если его сочтут виновным. В этом сомнений мало. ФБР уже назвали особенным возмутительным то, что шпионов внедрили по банковской линии, где у США и России до недавнего времени было активное и, казалось бы, взаимовыгодное сотрудничество. Но кто-то просто захотел, чтобы это сотрудничество стало еще более выгодным. Российский МИД сегодня отреагировал на арест Бурякова, конечно же, возмущением. По словам дипломатов из Москвы, все обвинения, ну, просто беспорчены. Банкира СВР надо освободить как можно скорее. Шпионские разоблачения похожи на кино. Здесь все развивается по своим законам и стандартам. Так что в ближайшее время, наверное, стоит все-таки ожидать и поимки американских агентов на территории России. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Служба безопасности ищет предателей среди своих бывших. Это высокие чины. Кто они, на чем погорели и где могут скрываться? Елена Зорина подробнее. В розыске двое бывших руководителей службы безопасности. Один в прошлом первый зам ведомства и экс-глава антитеррористического центра Владимир Тоцкий. А второй экс-начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа. Сообщения о розыске появились сегодня на сайте МВД. Здесь же указано, что исчезли они в начале ноября прошлого года. Генералов подозревают в государственные изменения. Они не раз становились героями журналистских публикаций еще при прошлой власти. Но вот уголовными делами для них это не заканчивалось. Наоборот, шли на повышение. Именно Тоцкий отдавал приказы о зачистке Майдана. И именно он руководил силовыми действиями. Это все от него, вот эти же заходила Альфа в Дом профсоюзов. В результате чего сгорел Дом профсоюзов, погибли люди. Второе ключевое лицо это Ганжа. Именно этот человек и его сотрудники участвовали в похищениях людей, нападениях на людей. Ганжа и Тоцкий координировали свою деятельность с кураторами из России. Владимир Тоцкий, выходец из Макевки, руководил антитеррористическим центром с ноября 2013 года. По одним данным он был ставленником старшего сына Януковича Александра. А вот по другим собирал на семью компромат, в частности о владениях в Крыму. В 2010-м на полуострове он возглавил главное управление СБУ. Тогда же получил генеральские погоны. Не менее одиозный персонаж и Сергей Ганжа. Он не раз был фигурантом коррупционных скандалов. В его прошлом руководство Госкомрезервом. После этого в ведомстве расследовали масштабные хищения. К примеру, разбирались с закупкой лексусов для руководства. Цена машин на бумаге превышала даже ту, что была в самых дорогих автосалонах столицы. А еще ведомство открыло счета в Европейском банке, который позже обанкротился. Но уголовные дела Ганжу обошли стороной. А сам он пошел в СБУ. Руководил так называемой политической охранкой. Известно, что какое-то время разыскиваемые СБУшники скрывались в Крыму. Где ныне пока никаких версий. Да и почему только сейчас их взялись искать в МВД и СБУ не говорят. Правоохранители утверждают, вся информация есть на сайте. А вопросы просят задавать СБУ. Но там до конца дня с нами так и не поговорили. А на телефоне советника главы СБУ срабатывает автоответчик. Елена Зурина, Татьяна Авинникова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В МВД переходят ко второму этапу отбора инспекторов патрульной службы. Продолжают принимать анкеты. Кто хочет служить по-новому, а кто не спешит. На встречу переменам узнавала Ольга Рыцарь. Каждый день столпотворения в центр регистрации приходят те, кто желает работать по-новому в новой патрульной службе. За неделю в патрульную службу зарегистрировались почти 20 тысяч молодых людей. Заполнять анкеты будут еще две недели, а выберут всего две тысячи инспекторов. Лучшие уже прошли во второй тур. В МВД решили не ждать окончания регистрации и начали проверять общие навыки. Сегодня первый тест и отобраны первые 130 человек. Он не требует никакой специфических знаний правоохранительной работы. Это аналитические способности, способности логического мышления и коммуникативные способности. Потом физические нормативы. Кто пройдет все, но места уже не хватит, советуют не отчаиваться. Позвать на работу могут и через год. Будет создана база данных тех людей, которые будут, как Катерина говорит, в резерве находиться. И в следующем году мы уже перейдем ко второй фазе муниципальной полиции. Милиция должна перестать быть карательным органом. Милиция должна быть сервисом для киевлян, обеспечения безопасности, обеспечения комфорта. Обещанная зарплата от 6 до 8 тысяч гривен всех устраивает. Более трети желающих патрулировать улицы Киева – девушки. Треба изменить свидетельство гражданам. Может, и те, кто работает, они также не плохие. И также прийдут что-то изменять, и они также будут работать. Сама Эказ Гуладзе удивляется лишь одному. Почему среди зарегистрированных нет ГАИшников? Я хочу обратиться к своим сотрудникам, потому что они пассируют. Если честно, почти нет сотрудников внутренних тел. Почему так, спросили и мы инспекторов на дорогах. Не задумывались еще над этим. Почему? Позже будем думать. Я на работе сейчас, понимаете? Я по вековому веку не прохожу. Мне уже 35 лет, так что все. А уже после обеда в интернете появилось видеопризнание ГАИшника из Житомира. Старший сержант милиции Бояркин рассказывает, как каждый день он должен сдавать своему начальнику от 200 до 400 гривен. А еще сколько нужно заплатить, чтобы остаться в обновленной системе без конкурса. Сейчас идет реформа. Чего совершить? Я надеюсь на эту женщину, на замминистра, которая увидит этот ролик и проанализирует все, что в нами сказано. Так что в Житомирской области 2000 долларов сейчас под реформу остаться. На видео старший сержант называет фамилии начальников коррупционеров и подробно описывает схемы получения взяток. В МВД уже отреагировали. Намерены создать комиссию, которая проверит информацию. А самого Бояркина, говорят, уволили из органов внутренних дел еще в конце декабря за прогулы. Так ли это? Мы проверим. Ольга Рыцарь, Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. Финские надзиратели завидуют заключенным. Бенедикт Камбербэтч признал, что он идиот. И смертельное селфи. Об этом и не только в нашем обзоре. Мода на селфи собирают жертвы. В индийском штате Утропродэш трое студентов погибли на железнодорожных путях при попытке сфотографироваться на фоне приближающегося поезда. Выжил только один из компаний. Он снимал друзей со стороны. Криминальная трапеза. В китайском городе Шэньчжэнь отработает странили 14 высокопоставленных полицейских, которые на званом обеде съели гигантскую саламандру, занесенную в красную книгу. При этом участники избили журналистов, которые пытались сфотографировать трапезу. В финской тюрьме лучше сидеть, чем ее охранять. Надзиратели возмущены. У заключенных иностранцев есть возможность зарабатывать более 2000 евро в месяц. Крыша над головой, питание и периодические отпуска. В тюремной ассоциации беспокоятся, что это может привлечь преступников из других стран. Штраф за наивность. Жительница шотландского Данди в течение года игнорировала квитанции за неправильную парковку. Уведомление, как ошибочное, выбрасывала и продолжала оставлять машину возле гаража. В итоге должна заплатить штраф 18,5 тысяч фунтов стерлингов. Шерлок – идиот. Чистосердечное признание сделал британский актер Бенедикт Камбербэтч. Он назвал себя так из-за некорректного публичного высказывания о темнокожих актерах. Камбербэтч назвал их цветными, сравнивая возможности таких актеров США и Британии, за что позже извинился. Новые приключения – губки Боба. Брелок в виде популярного мультипликационного героя проглотил годовалый малыш из города Джида в Саудовской Аравии. Веснушки, обувь и пальцы персонажа врачи увидели на рентгене. Брелок успешно извлекли. Эстонские ветеринары впервые сделали переливание крови птица. В эстонском аграрном университете спасли орлана Белохоста, хотя сначала его собирались усыпить. После переливания крови состояние пернатого пациента стабильное. Обама и нарцисс, индийский премьер Нарендра Моди, пришел на встречу с американским президентом в костюме, на котором тонкий полосатый узор, если приспотребится, считается как Нарендра Дамадардрас Моди. Это уже активно обсуждают в соцсетях. А вот страна, где индийская диаспора, одна из крупнейших в мире, обеспокоена другой проблемой. Об иммигрантах и пабах подробнее Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Информация о закрытии пабов вот уже несколько лет регулярно появляется в новостях. Каждую неделю в прошлом году в Британии прекращало свое существование 31 питейное заведение. Такова статистика. Бывали времена и похуже, но неужели пабы в принципе перестали интересовать британцев? Владельцы обвиняют во всем жадных производителей алкоголя и арендодателей помещений. Мол, в таких условиях выжить невозможно. Вот и сворачивают бизнес. Пабы всегда были местом встречи людей, местом, где бурлит социальная жизнь. Без этих мест мы теряем не только историю, но и традиционные британские площадки для общения. Пропустить пинту другую, посмотреть футбол, съесть на ужин знаменитое блюдо fish and chips – все это было типичным досугом для рабочего класса. Но современная Британия уже не та. Иммигранты мусульмане стали полноправными гражданами. В городах и деревнях появились целые районы непьющих, сомалийцев и пакистанцев. Зачем им место, где подают эль или сидр? Даже толерантные политики вслух не стесняются признавать. Пабы исчезают из-за демографических изменений и разности культур. Правительство из последних сил старается спасти исторические заведения, но денег на всех не хватает. Это не значит, что пабы исчезнут совсем, но выживут сильнейшие, по крайней мере, в туристическом центре Лондона. Таких еще достаточно. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Вся информация доступна для вас на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробности. Субтитры создавал DimaTorzok